Доброе утро, друзья! Сегодня пятница, 3 ноября, и завтра уже начнутся большие выходные. И завтра же нас ожидает Ночь искусств. К всероссийским акциям Ночь искусств 2017 и Ночь истории 2017 в Свердловской области присоединились 202 площадки в 103 городах и поселках нашего региона. У нас в гостях Светлана Швецова, руководитель Центра инновационных музейных технологий, координатор акций Ночь искусств и Ночь истории в Свердловской области. Доброе утро! Доброе утро! Это что-то невероятное. Да, Ночь искусств. По сравнению с прошлым годом, это в 2016 году 107. Вот? Да. Ну, практически вот в два раза. Но скажите, какой теме все-таки будет посвящена Ночь в этом году? Главная тема юбилей, 100-летний юбилей, революция 1917 года. Почему-то я не удивлен. Ну, потому что год у нас такой. Я, насколько понимаю, что всего 202 площадки и подавляющее большинство, 144 площадки, будут работать бесплатно. Ночь, понятие, мы уже по ночи музеев знаем, понятие относительное. Есть ли все равно какие-то временные ранки? Вот какие часы будут работать эти площадки? Ну, в основном это с 18 до 23. Это официальное время, оно общероссийское. Но, например, самая главная, можно сказать, одна из основных важных площадок и участников Мультимедийный исторический парк, он у нас будет работать с 10 утра до 11 вечера. Вот так? И в режиме нон-стоп программы, мероприятия сменяют друг друга. Какие еще площадки присоединятся к ночи в этом году? Очень много новых площадок. По сути дела, если 107 в прошлом, то 202 минус 107. И, конечно, это в основном площадки Свердловской области увеличение. В Екатеринбурге 42 участника. И, в общем, конечно, такой рост. Только 92 музея участвуют. Присоединились в этом году библиотеки, центры культуры, театры. И вот, собственно, наверное, поэтому такой широкий охват. Вам лично какие программы, какие локации больше нравятся? Ну, я понимаю, что вы не можете так вот прям говорить, но что посоветуете? Вы знаете, вот мы, собственно, знаем, какие программы. Вот 202 программы. И очень на любой, пожалуй, выбор. Поэтому у всех вкусы разные. Могу сказать только то, что есть детские программы. Есть программы для семьи, есть программы для молодежи и для людей уже более солидного возраста. Поэтому на любой вкус. Ну, можно сказать, детские программы. Нижнетагильский театр кукол приглашает в свою закулисье не просто знакомство, а целый квест. Мне там организовывают. Теневой театр. Мастер-класс с кукловождением. И песочная вот эта анимация известная. То есть это вот в Нижнетагильском театре кукол. Можно сказать, для молодежи вот инновационный культурный центр в Первоуральске предлагает там конкурс рок-групп молодежных. В художественном музее Раста Неизвестного в Екатеринбурге спектакль студенческого театра. Опять же, тема революции. Но так или иначе, эта молодежная группа предлагает блюз и рок-каверы на темы популярных революционных хитов. Но самое, что потрясающее, я вот вчера пыталась познакомиться с программой. 202 площадки – это, конечно, безумное количество точек. И самое-то, что интересное, ведь не то, что Екатеринбургом не ограничивается эта акция, не то, что она не ограничивается Каменском-Уральским, городами до 100 тысяч людей. Там такие отдаленные поселки участвуют. Да, Пилым, Гарри, вот там, собственно, тоже дворцы культуры, библиотеки, музеи, они все подключены, все участвуют. Как попасть в Пилым? Как попасть в Гарри? Будут ли организованы какие-то автобусные туры? Какие еще города хватит? Ты почему-то сразу в Пилым засобирался. Да, с Пилымом, конечно, сложнее добираться, но программы, тем не менее, там достаточно очень даже интересные, может быть, кто-то и соберется. А в Верхотуре потрясающий программ. В Верхотуре, да, в Невьянске, причем не только, опять же говорю, музейные площадки, это, прежде всего, площадки, связанные с искусством, с культурой. Вот. И туры, если говорить о турах, мы пока решили, что это будет изюминкой и спецификой именно ночи музеев в Свердловской области. А вообще, сколько площадок можно с 6 до 11 посетить? Ну, мы пытались мониторить, значит, и, как говорят уже спецы в этом вопросе, потому что мы-то, к сожалению, всегда сидим на горячих линиях, поэтому сами, в общем, нет такой возможности, к сожалению. Но опытные люди говорят, что максимум 5 площадок, максимум. И где-то это, ну, в течение 5 часов, если что. И поэтому вот мы предлагаем, у нас все программы в этом году опубликованы на сайте Ночь искусства Свердловской области. Спешите выстроить маршруты, чтобы успеть как можно больше площадок посетить, потому что на самом деле выбор очень большой. Можно ли брать с собой детей? Обязательно. Нужно просто в программе посмотреть, я просто вчера этим занималась весь вечер, и там специально для родителей есть пометки, что вот эта программа будет интересна детям. Да, детские программы, бесплатные программы, там тоже соответствующие значки, поэтому можно все выбрать на любой вкус, на любой состав. Праздничный день, день народного единства, и замечательные планы на вечер вы можете составить. Уже сейчас, благодаря нашей гости, Светлана Швецова, руководитель Центра инновационных музейных технологий, рассказала нам о двух акциях, которые будут проходить в Свердловской области и Российской Федерации. В целом, уже завтра. И называются они Ночь искусств и Ночь истории. Не пропустите. Ну, а мы, друзья, после небольшой рекламы вернемся в студию и узнаем, какой у вас сегодня праздник. Продолжение следует...